Девушки отдыхают Ссылка вверху Также смотрите другие плейлисты о e-golf и плейлисты о легком электротранспорте Ссылки вверху Ну и если тема электротранспорта действительно интересна Тогда прямо сейчас поставьте лайк и подпишитесь на канал И напишите комментарий, как вы относитесь к электротранспорту Ну что, подписались? Тогда поехали Хотя нет, еще один момент Прошу прощения за длинные видео Я пытаюсь их сокращать, но к сожалению не получается Я буквально уже ограничиваю себя в словах и даже в буквах Пишу тезисно на бумаге несколько пунктов И стараюсь буквально в двух предложениях высказаться Чтобы видео получалось хотя бы минут до 10 Но начинаю говорить и меня буквально несет Все кажется важным и нужным И чего-то не сказать я просто не могу Поэтому к счастью или к сожалению Покороче видео у меня на канале вряд ли будут появляться Но продолжим Итак, e-golf 2014 года выпуска В комплектации SL В сравнении с лиф 2013 года выпуска В комплектации SL Первое дизайн Удобство, комфорт, объем салона Дизайн однозначно в пользу Golf Часто Golf самый красивый на парковке А иногда и единственный красивый автомобиль Если рядом нет другого Golf Более яркого, пусть даже и 25-летнего И безусловно, эта светлая немка всегда радует глаз Ни один мой автомобиль не был у меня на заставке рабочего стола И только Golf удостоился этой чести Лиф по дизайну тоже как бы не отторгает Но он очень на любителя Я к нему так и не привык Он выделяется из потока Но не своей красотой, а больше необычностью В каком-то ракурсе он футуристичный В каком-то похож на лягушку В каком-то смахивает нагруженного шмеля Golf же это классический автомобиль В абсолютном понимании этого слова Автомобиль приятный как снаружи, так и внутри И это касается любого Golf Вот этому 40 лет Но классика вне времени Машина цепляет взгляд В общем 10 баллов за дизайн для Golf Лиф наверное 7 баллов сложно дать Но мы дадим Далее комфорт и удобство салона Удобство, пользование в принципе И здесь тоже Golf делает лиф в одну калитку Не на десятку, правда, вход и выход в E-Golf менее удобен А в остальном по уровню оснащения По удобству пользования E-Golf много приятнее во взаимодействии, чем лиф Удобство и забота о водителе, пассажире E-Golf проработана до мелочей Бачок омывайки с датчиком уровня жидкости Жидкость уже неожиданно не закончится Форсунки омывайки с подогревом Зеркала, лобовое и заднее стекло Сидение с подогревом Уровень настроек и способ настроек До сотых тысячных миллиметра Ну или до миллиампера Наружная камера, хоть она одна из задней двери Но она всегда чистая Я не чистил ее ни сразу после покупки И после покупки не чистил ни разу А влив по несколько раз в день Средним пальцем приходилось проводить по камере И все равно и палец грязный Камера в пасмурную погоду всегда грязная Далее в E-Golf Адаптивный круиз Он сам тормозит перед препятствием Сам паркуется Насколько я понимаю В первых лифах этих всех систем не было А сравниваем мы именно первые версии Этих электромобилей 2013-2014 годов выпуска В E-Golf таймера и все такое прочее Все в наличии Все продумано до мелочей Но вот надежность Перечеркивает всю эту идею И все эти преимущества E-Golf У меня к примеру плохо работает Тепловой насос А таймер прогрева И таймер зарядки живет своей жизнью Иногда не включается Иногда включается Не знаю уже что думать От чего зависит Эта работа может от фазы луны Машину два раза сбрасывали До заводских настроек Обновляли у дилера Но результата нет Таймером пользоваться не могу Потому что машина может просто не зарядиться Поэтому лифт хоть и проще Настроек и оборудование поменьше Но пользоваться им удобно И все работает А многим автолюбителям Большего и не надо E-Golf побогаче И буквально и по оснащению Но по надежности Алгоритмы настроек Понимание их работы расстраивает Вот такой момент Все подогревы включаются с кнопок На панели Либо вот на двери А подогрев лобового стекла С планшета Еще искать нужно Его в планшете И понять Догадаться Включен он или не включен Поэтому когда часто не пользуешься Начинаешь заново Искать его в интерфейсе Вот здесь нужно Нажать кнопку меню Потом на экране Нажать спиральку Радует что хоть классно Он работает Буквально за секунды Осушает стекло До прозрачного состояния Ну и также Когда все это С разных кнопок включается Индикация разбросана По салону Можно забыть что-то Включить или выключить Часто так бывает С зеркалами Бывает ездят Они включенными В солнечную погоду Днем Потому что утром Забыли выключить А так-то они Пару километров Запаса хода Крадут Стекло Сиденье Зеркала И все это По пару километров Поэтому не понимаю Почему на планшете Не вывели Отдельной папкой И не продублировали Все подогревы С понятной индикацией Клыв-выклыв Также круто было бы Если бы как в смартфоне В верхней строке С символами Было бы прописано Все включенное Из дополнительного Оборудования Тогда одним взглядом Считал и выключил Если что-то уже не нужно И выключил так Как тебе удобно Кнопкой Или прямо в планшете То есть круто Но не идеально И все равно При всем этом E-Golf крут Просто приходится Сначала разбираться Со всем этим оборудованием Запоминать алгоритмы Чтобы уверенно пользоваться Но ее это немного напрягает В Leaf К примеру Все интуитивно понятно С самого начала Поэтому если говорим Про новые машины То E-Golf Однозначно 10 баллов За счет богатого оснащения Ну а Leaf Только 8 За счет простоты Комплектация SL Вроде и богатая Но оборудования Там немного Далее Объем салона и багажника В E-Golf салон Чуть меньше Меньше чем в Leaf Багажник однозначно меньше Хотя и удобнее Leafовского Правильной формы Сидения складываются В ровный пол Есть подполье Есть розетка на 12 вольт Крючки для крепления грузов Что касается салона То визуально казалось Что E-Golf много теснее Leaf Особенно на задних сидениях Особенно в ногах Но нет Если и теснее То незначительно Потому что вот Если мерить бутылями По 19 литров То оказалось В E-Golf две бутыли Рядом друг с другом На пол Как в Leaf не станут Но вот становится И центральный тоннель В E-Golf меньше Чем в Leaf Также на заднем ряду В E-Golf есть Диффузоры отопителя И здесь вот У центрального тоннеля Вверху И выход в ноги Под передними сидениями И возвращаясь К удобству пользования Да Садиться выходить Из E-Golf Конечно сложнее И менее удобно Чем в Leaf Но вот сидеть Особенно на заднем ряду Это блаженство Сидение тебя буквально Окутывает Словно руки мамы Окутывает младенца Сидишь как в коконе С хорошей отформовкой В тепле С хорошей шумоизоляцией С многорычажной Мягкой подвеской На задней оси Находиться в E-Golf Много приятнее И круче чем в Leaf Затемненные окна Классная подсветка Акустика И все такое прочее Из окна E-Golf Минск совершенно другой Приятнее E-Golf как розовые очки В плане комфорта И восприятия мира Про передний ряд И кокпит Эргономику Совсем не говорю Volkswagen Master По суперудобному И комфортному Уровню взаимодействия С автомобилем Единственное В чем E-Golf проигрывает Так это по высоте потолка В папахе будет неудобно Ну или не в папахе Сейчас мало кто носит Папаху В короне Тем кто за рулем корону Не снимает В E-Golf будет неудобно Ну или не корона Сейчас модно Шапочка из фольги С острым верхом Недавно о ней говорили В прошлом видео Вот она тоже вряд ли Поместится и будет Упираться в потолок Так что имейте это в виду Ну а по объему салона E-Golf 8 За вход и выход За небольшой багажник И низкий пол Leaf 9 Leaf один из самых объемных В своем классе автомобилей Но все портит Центральный тоннель У задних пассажиров И багажник без подполья Так бы было 10 Далее Энергоэффективность И по энергоэффективности Запас ухода И прочему E-Golf не просто лучше Он наверное Один из лучших В данном классе При равной Общей емкости батареи Leaf с E-Golf 24 кВт час E-Golf удивляет Или даже шокирует Своими показателями По батарее Деградации Запас ухода Скорости зарядки Деградация за 10 лет Из доступных У новой батареи E-Golf 24 кВт час У меня сейчас доступно 18,3 кВт час То есть за 10 лет E-Golf потерял Всего 2,1 кВт час При том что Leaf за 10 лет Может потерять 10 кВт час И больше Конкретно мой Leaf потерял 6 кВт час Далее На этих 18 кВт час E-Golf легко Прогнозирует И проезжает 150 км Даже осенью На рекорд едет 170-180 Расход часто показывает Меньше 11 кВт час А на рекорд Я могу ехать С расходом Меньше 10 кВт час На 100 км Leaf с такой же Емкостью 18 кВт час На рекорд Возможно 150 км Проедет А возможно И нет А в нормальном режиме Можно рассчитывать Км на 120 И эти вот все Показатели В е-гольф При большей мощности Мотора И большем Крутящем моменте И соответственно На более задорном И интересном драйве Е-гольф в этом сравнении Однозначно 10 баллов Влив можно было бы Поставить 9 Потому что Объективно В этом плане Он слабее Е-гольф Но из-за Быстродеградирующей батареи Поставим ему 5 И вот Драйв Это отдельная история Хоть разница в мощности В крутящем моменте И небольшая Влив 109 лошадиных сил Против 115 В е-гольф Крутящий момент 254 в лиф Против 270 ньютон метров В е-гольф Ну и соответственно До сотни лиф 11,4 секунды Против 10,4 секунды В е-гольф К слову До 60 км в час Первый лиф Разгоняется за 5 секунд Е-гольф разгоняется За 4,2 секунды Для города Е-гольф идеален Но и е-гольф Во всех отношениях В вопросе драйва Много выше лиф Отзывчивее на педаль газа В городе До 60 км в час Он управляется Кажется что просто С силой мысли Настолько быстро И точно он реагирует На запрос Точно знаешь Каким будет отклик На педаль Или на поворот руля И это невероятно доставляет Автомобиль просто следует За твоим взглядом В любой момент времени На любой скорости Хватает мощности и тяги Ее даже с избытком Спереди у нас Макферсон Сзади многорычажная подвеска И эта машина С супер классной Шумоизоляцией Она просто плывет Над дорогой Все ассистенты Всегда на готове Свет адаптивный И выше всяких похвал Поддержание дистанции Отсутствие кренов Клевков Приседаний Егольф Это абсолютно покорный Исполнительный механизм Приложения для комфортного Либо задорного Передвижения в пространстве Выбирайте на свой вкус Сидение Эргономика Тактильный контакт С элементами управления Не просто доставляют Удовольствие Наслаждают И это свойственно Всем вагам Многое пришло В гольф От старших братьев От Ауди И все что пришло В плане драйва Пришло этому автомобилю На пользу Как-то два года назад Я делал видео Сравнивал Егольф с лиф И на контрасте Назвал лиф Повозкой Да Добротный Хороший Но все же Повозкой И да По прошествии времени Я повторюсь В плане эргономики И драйва Егольф На голову Выше многих Даже Гольф 7 С дизельным двигателем В плане комфорта Будет на голову Выше лиф Гольф 7 8 Гибрид Или просто С бензиновым мотором По комфорту Будет топ И лучше многих Электромобилей И по этому пункту Егольф 10 С плюсом Лиф тоже неплохой И во многом Лучше конкурентов Но по ощущениям И особенно на контрасте С гольф Лиф конечно же Не гонка моей мечты Не больше 7 баллов ему Лиф не хватает Шумоизоляции Ассистентов Надеюсь во втором Лиф с этим Уже получше Но первый лиф Слишком простенький Прошу прощения За некоторую эмоциональность В этом блоке Но как есть Гольф реально рулит И мы с ним едем дальше Надежность И это тоже отдельная история Но противоположная И здесь из этих двух Однозначно Аутсайдер Егольф Но если мы говорим Про машины возрастные Которым уже больше 8 лет Пробег больше 100 тысяч километров При всем том Что на Егольф я проехал Немного Всего 10 тысяч километров И общий пробег В Егольф сейчас 153 тысячи километров Но относительно Лиф в техническом плане Есть вопросы И вопросы эти серьезные Противоплавой насос Повторяться не буду Он в моем Егольф Неисправен Диагностируется Сложно Ремонтируется Тоже И не везде за него Хотят браться Кроме того Есть вопросы по кузову Жуки Их немного Но они есть Также подвеска На задней подвеске Уже просятся На замену рычаги Саленблоки Элементы передней подвески Уже подвержены коррозии И по всем этим пунктам Лиф Хоть он и старший С большим пробегом Не имел ровно никаких вопросов И в целом По надежности И неприхотливости Лиф давал больше уверенности Но посмотрим Пока выводы делать рано Мало проехал я на Егольф Но в моменте Перспектива конечно Не такая ровная И позитивная Как была в Лиф Жаль Потому что Егольф Машина отличная И нравится Но техническая часть Для меня важнее эмоций Также и ремонтнопригодность В Лиф Во-первых Он не ломался особенно Один раз только Внешний динамик я менял Но он был в наличии И был даже выбор По запчастям Новый ВУ Выбор по цене Что касается ТО И прочего По подвеске Все всегда было в наличии От разных производителей На любой бюджет И в Егольф С запчастями Тоже как бы Особых проблем нет Дорого-недорого Но найти можно Но вот машина Как по мне сложнее И соответственно В плане диагностики В плане ремонта Все с ней сложнее Если самому диагностировать И ремонтировать То нужно серьезно Подходить к этому вопросу Чем было в Лиф И доступ под капотом Не очень что-то открутить Что-то снять Не так просто Ну и сервисы Не особо хотят браться Хотя и специалистов Уже особо нет По этим машинам В общем По надежности Ремонтнопригодности Лиф 10 баллов с плюсом Скажу даже больше В этом плане Лиф это лучше автомобили Всех что у меня были И Гольф По этому пункту Я поставлю не больше Уверенности в надежности Во вторых нет уверенности Что в случае чего Получится быстро решить Возникшие проблемы Кстати я вот подумал Мне больше нравится Японская или корейская Философия Они сразу делают Немного примитивно Но очень надежно А потом уже модернизируют Готовую модель Немного усложняют ее Добавляют оборудование Это очень хорошо видно По Лиф 1 и по Лиф 2 Немцы же делают Сразу очень круто и сложно Богатое оснащение Все лучшие достижения На момент создания Но делают настолько сложно Что потом порой И сами не могут разобраться А в момент модернизации Ничего не исправляют И вот это странно Идея замечательная Но исполнения И поддержка никакая Уже на Гольф 4 Я заметил Что Фольксваген В целом И в частности Тот же Гольф 4 Уже не то Не то кино Что было раньше До этого у меня было Много вагов И на Гольф 4 Я остановился Машина неплохая Но они стали усложняться Я подумал Что это не моя история Мне надо Чтобы было Что-то очень надежное И ресурсное А ваг этому уже Не соответствовал Я перешел на азиатские бренды Корейцы Японцы Но вот прошло время 10-15 лет прошло Я подумал Что ваги Наверное Тогда усложнились А потом вышли На какой-то определенный уровень По надежности За 15 лет Но нет Видно по и Гольф И даже Я много прочитал Про Гольф 7 Вижу Что они еще не достигли Дна по усложнению Конструкции Но немцы копают Глубже И они стараются Все усложняется И усложняется И теперь точно Я не хочу Ауди и Етрон Или даже Вольфваген Айди И вот хорошо Что я начал С Егольф Бюджетненько прошелся Етрон наверное Серьезнее Дорожно меня покусал бы И речь здесь Не о деньгах А о времени Я сейчас Не про восполнимые Ресурсы говорю Деньги тоже важны Дорого-недорого Но деньги можно заработать Хотя и для этого Тоже придется потратить Дополнительное время В общем Замкнутый круг Поэтому мне И нужна Надежная Ресурсная машина Которая не отнимает У меня ни время Ни деньги И вот такой машиной Был лиф Все остальные машины С ДВС И вот этот Егольф Они в большей или меньшей Степени оттягивают На себя внимание Вот это-то мне и не нравится Ладно Едем дальше Внешнее оборудование Первый плюс Егольфа Это порт CCS Комбо С дополнительным кабелем Я могу заряжаться От любого столбика В Беларуси Буквально от любой станции Быстрая зарядка Действительно быстрая С 10 до 80% Качает на мощности В районе 45 кВт Дольше 20 минут Я наверное нигде не заряжался Чаще всего Мне нужно было 5-7 минут Чтобы доехать домой Ну и как чаще всего Очень редко Запаса хода мне хватает И заряжаюсь Я чаще всего на длиннике Ну вот здесь За 10 тысяч километров Я зарядил Всего 73 кВт час Влив Медленный порт Тип 1 У нас таких вилок На общественных зарядках Почти нигде нет Нужен переходник Быстрый порт Чадемо Запускается не везде Заряжается дольше 30-40 минут Зарядка влив была И сразу начиналась С малой мощности И под конец Сильно снижала мощность Слово здесь скажу Что в E-Golf Быстрая зарядка Тоже не всегда запускается С первого раза Единственное что радует Что вилки CCS комбо Есть везде И их не планируют снимать А вот вилки Чадемо Уже пропадают С некоторых столбиков Их снимают И сеть Чадемо Больше не развивает Далее Что касается домашней зарядки Влив у меня был адаптер 12 ампер И он заряжал свои 10-12 кВт час Которые мне нужно были в день Часов за 5 В этом плане все круто И классно Порт зарядки влив спереди Подъезжать удобно Также индикация видна Если машина в поле зрения Под стеклом Крупные лампы И мало того Что видно Что машина заряжается Видно насколько она зарядилась Лампы 3 видны 33% 67% Длина кабеля Влив была 5 метров И родной ниссановский адаптер Буквально Я извиняюсь Жрал электричество Ему не страшны были Колебания по напряжению Отключение энергии Энергию включали И он продолжал зарядку Влив в плане домашней зарядки Опять же 10 с плюсом В Volkswagen все иначе Адаптер родной С регулируемой мощностью Но максимальной мощностью Всего 8 ампер Что здесь регулировать Даже с 8 амперами Чтобы зарядить эту машину Полностью нужно 14 часов Куда еще понижать мощность Длина кабеля всего 3 метра Порт зарядки сзади И подъезжать нужно близко к розетке Подъезжать неудобно Задним ходом И дома неудобно И на общественных зарядках неудобно Адаптер нежный Если энергию отключили С включением энергии Он уходит в ошибку Не продолжает заряжать машину Колебания энергии ему не нравится Тоже может отключиться В общем нужно его менять Брать адаптер помощнее И заряжаться хотя бы на 10-12 амперах Потому что 8 ампер Не всегда хватает зарядиться По ночному тарифу до 100% Кабель надо брать метров 5 И заезжать передом Про сигнальные огни Индикацию и говорить не хочется Во-первых в e-Golf она малопонятная Во-вторых мелкая И сбоку машины Из окна дома ее не увидишь Только у лючка можно что-то понять Я бы к слову общим стандартам Делал индикацию на антенне электромобиля Чтобы было видно и в вертикальной плоскости И в горизонтальной плоскости Допустим из окна многоэтажки И передавал бы сигнал цветом Заряжается до 33% Горит желтым Заряжается до 66% Горит оранжевым После 67% Зеленым После 90% И выше синим Все понятно И видно из любого ракурса Далее таймеры прогрева салона и зарядки В Leaf все это проще и понятнее Работала безупречно Все 4 года в eGolf Задумка как бы тоже неплохая Но очень замудренная Много лишних папок и подпапок И чтобы контролировать работает или нет Нужно выходить из дома Индикацию ты же не видишь из окна А приложение если и есть То у нас в стране оно не работает По этому пункту За домашнюю зарядку и индикацию Leaf 10 баллов eGolf опять же Больше 5 баллов я не поставлю Также eGolf у меня с дополнительным оборудованием С автономным отопителем Если коротко то это неудобно Ну а развернуто расскажу в отдельном видео Далее Расход, расходы, стоимость машин Стоимость машин eGolf при прочих равных Год выпуска пробег емкости батареи Как правило дороже Особенно это видно по первым версиям С батареей 24 кВт часа Правильнее было бы сравнивать eGolf с Leaf С батареей 30 кВт часа Он по запасу хода и по цене ближе к eGolf 24 кВт час Но машина у нас сравнивается 2013-2014 годов выпуска А в этом случае был Leaf только с батареей 24 кВт час Но даже если допустить То и в случае с батареей 30 кВт час eGolf часто бывает существенно дороже при прочих равных А машина объективно лучше по многим показателям Кроме одного С возрастом eGolf не достаёт надёжности По этому пункту за стоимость машин eGolf больше 7 я не поставлю Leaf 10 с плюсом баллов Бюджетный, надёжный, хороший электромобиль Ну и далее самое интересное Статистика и расходы Здесь снова лидер eGolf Его расход ниже и по компьютеру в машине И существенно ниже по розетке Мне тут уже некоторые писали Что у меня такой низкий расход Из-за того, что у меня не работает тепловой насос Во-первых, он работает, но и неэффективно Во-вторых, по сентябрю и по октябрю Сравнение будет относительно точным и корректным Потому что в эти месяцы в Leaf я часто не включал климат А если он был включён, то потребление там было никакое Ничтожное В ноябре, да, сравнивать мы не можем Потому что в Leaf и перед выездом прогревался И всегда ездил с включённым климатом Но зато сможем сравнить электромобили с автономкой и без автономки Это тоже важный опыт для меня, как блогера-электромобилиста Многие автономку хвалят и желают её Но мне она не нравится Ладно, посмотрим Итак, расход Leaf по компьютеру и по розетке Вот вы видите на экране таблицу Кому интересно, ставьте на паузу, изучайте Но мы смотрим конкретно по месяцам В августе было 13,1-14,9 кВт-час Егольф в августе 11,1 кВт-час В сентябре Leaf 13,8-15,1 кВт-час Егольф 11,7 кВт-час В октябре Leaf 15,1-16,9 кВт-час Егольф 13,1 кВт-час В ноябре Leaf 17,4-18,2 кВт-час Егольф 14,1 кВт-час Здесь, наверное, стоило бы добавить 2 кВт-час на тот случай Если бы у меня тепловой насос работал бы эффективно И расход был бы у меня в районе 16 кВт-часа Далее такое же сравнение по розетке В августе Leaf 15,8-17,2 кВт-час Егольф 13,7 кВт-час В сентябре Leaf 17,3-18,6 кВт-час Егольф 14,5 кВт-час Перед выездом Итого получаем в районе 19 кВт-час для Егольф в ноябре И это существенно ниже, чем потреблял Leaf при том же режиме эксплуатации Цифр много и так не очень наглядно Тогда вот более выразительный формат Всего за первые 10 тысяч километров Лев сжег 2537 кВт-час Егольф 1563 кВт-час Разница в 1000 кВт-час на 10 тысяч километров пробега И это невероятная разница, впечатляющая Но многие скажут, что она неверная, потому что Егольф проехал первые 10 тысяч километров в сентябре, октябре, ноябре А Leaf с октября по февраль Поэтому я взял для Leaf 10 тысяч километров осенью 2023 года И там на 10 тысяч километров он потратил 2420 кВт-час Что ненамного отличается от первых 10 тысяч километров Там было, напомню, 2500 кВт-час Разница всего 100 кВт И я повторюсь, это невероятная разница Ну и по счетам за энергию это видно Залив я как бы в месяц немного платил По ночному тарифу вместе с домом получалось там до 30 долларов А с Егольф и того меньше Но продолжим 1490 кВт-час в Егольф я купил по ночному тарифу Это 223 белорусских рубля И 73 кВт-час я купил на общественных зарядках Это 40 белорусских рублей И в целом 10 тысяч километров пробега стоили мне 96 долларов И к слову еще добавим 30 литров дистоплива для автономного топителя за эти месяцы А это еще 22 доллара или всего 118 долларов для Егольф на пробег 10 тысяч километров Лив бы по актуальным ценам потратил сегодня с другой пропорцией Потому что расход у него больше, а запас хода у него меньше И на общественных зарядках он заряжался больше Итого 225 кВт-час у нас получилось на общественных зарядках Это 39 долларов И 2312 кВт-час получились по ночному тарифу А это 108 долларов И в целом 147 долларов Что на 29 долларов больше, чем Егольф Даже с учетом дизельного топлива для автономного топителя Такие получаются цифры Ну и здесь стоит сказать, что какой-нибудь условный Гольф 7 с бензиновым двигателем Сжег бы за этот пробег 750 литров высокооктанового топлива И стоило бы это у нас в Беларуси 570 долларов Кроме того, уже было бы 2 ТО с заменой масла Первое ТО после покупки авто И второе ТО после пробега в 10 тысяч километров Каждое из которых стоило бы долларов по 100 И того авто с ДВС потратил бы на этот пробег долларов 800 Получается 118 долларов для Егольф Даже с неисправным тепловым насосом И 800 долларов за Гольф 7 с ДВС Такая вот разница Уже даже на начальном этапе эксплуатации Только за одну осень Но продолжим Итак, зафиксируем средний расход по розетке За первые 10 тысяч километров Влив получился 25,3 В Егольф 15,6 кВт-час на 100 км Если считать, что тепловой насос у меня работал бы Расход в Егольф был бы в районе 18-19 кВт-час на 100 км Что тоже существенно ниже, чем влив Далее, ТО И почти в любом электромобиле Это замена масла в редукторе и салонного фильтра Ну и раз в несколько лет Тормозная жидкость и антифриз К сожалению, пока ничего этого я не делал Поверил на слова предыдущего владельца Второй раз, к слову, поверил Чего делать не стоило бы Он сказал, что машина обслужена И я не стал торопиться Отфлекся на ремонт теплового насоса и установки вебасты И как-то неожиданно для себя проехал уже 10 тысяч километров Но материалы и масло уже закуплены Нужно просто выбрать время и заменить Дальше самое интересное Ремонты С лифом на таких пробегах ничего не происходило Затрат ноль В Егольф я пытался ремонтировать тепловой насос Установил уже две вебасты И все эти диагностики и установки к этому дню Потребовали у меня уже 780 долларов Диагностика на трех сервисах И замена двух датчиков стоили 450 долларов Мокрая, пушная, оригинальная вебаста стоила мне 240 долларов Китайская новая автономка, сухой фен, стоила мне 90 долларов И это, конечно же, очень расстраивает Во-первых, эксплуатация с вебастой очень мне не нравится Во-вторых, очень расстраивает то, что нет качественной диагностики А пробовать лечить методом исключения получается дорого У нас в основном так и ремонтируют Попробуйте поменять это, потом вот это И так до тех пор, пока они дойдут до неисправности, если дойдут Ладно, не будем о грустном Поэтому по расходам я бы Лиф однозначно ставим десятку, даже с большим его расходом Ну а и Вольф снова не больше 5 баллов Он очень энергоэффективен Но все, что он экономит, он тратит на сервисе И дополнительным оборудованием, которым Лиф не понадобилось Даже к 230 тысячам километров пробег Ну и еще в этом блоке важно сказать Что всего на электромобилях я проехал уже 123 тысячи километров И не сжег 9243 литра бензина А это по актуальным у нас сегодня ценам 7050 долларов Также я не прошел 13 ТО, которые, если считать средним Даже по 70 долларов, стоили бы 910 долларов Ну и на таком пробеге было бы 2 крупных ТО С заменой ремней ГРМ, свечей и прочих разных работ Которые в электромобиле не производятся То есть 1009 на эти 123 тысячи километров пробега И 4 года я не потратил, если бы ездил на автомобиль СДВС Ну деньги это как бонус Главное это то, что электромобиль освобождает тебя От постоянных заездов на заправку Регулярных заездов на СТО Восвобождает время и дает невероятные ощущения От взаимодействия с автомобилем От драйва, от файба, от этого электромобильного движа И на этой оптимистичной ноте надо было бы закончить Но в заключении еще скажу про цвет машины Это тоже важная номинация Белый цвет мне нравится очень Не каждой машине он идет Но и в Гольф он подходит очень И машина, как я сказал, выше часто оказывалась на парковке самой красивой Но белый цвет требует ухода Многие говорят, и вот мне в комментариях даже писали Что белый цвет наоборотный, и менее проблемный Более практичный, а темные и черные цвета В этом плане наоборот более требовательны Но не соглашусь Может только экскременты птиц на черном видны лучше А в остальном ситуации обратные Самые не марки, это как казалось золотистые и серебристые У меня были машины такого цвета И белого, и черного, и золотистого, и серебристого А вот белый цвет по мне нужно мыть Чаще удалять с кузова всякие точки смолы от дороги Следы божьих коровок, мелкие точечки сажи и прочее И вот посмотрите, две машины, помытые в один день Уже через пару парсмурных дней Выглядят очень по-разному И смотрите, с любого расстояния И с 10 метров, и с более близкого И с одного, и с двух метров видно, что Гольф грязный И насколько он грязный, видно особенно в начале мойки А черный Матис, можно сказать, мойке и не нуждается Что до мойки, что после мойки он выглядит примерно одинаково Только может быть после мойки блеска добавил Гольф нет, он очень меняется после мойки Просто преображается Ну и машина настолько хороша собой Что буквально ей любуешься, в белом цвете особенно И вот по-моему машину и потом делаю фотографии Потому что мне очень она нравится Нравится именно на этих дисках Когда полностью оголяются тормозные диски Видны суппорты, очень круто Ну и в заключении общее сравнение Что получилось по баллам И если коротко и образно То Лиф это очень добротный, надежный автомобиль Рабочая лошадка, преданный самурай И кому важны эти критерии То безусловно Лиф будет подходящим вариантом Е-Гольф это про стиль, комфорт и конечно же драйв Это дерзкая блондитка с хитрым привчером Кому не просто ездить, а еще и любоваться И при этом еще и эмоции То конечно нужно посмотреть на Е-Гольф Но в случае с Е-Гольф нужно быть готовым к тому Что решения каких-то технических вопросов могут дотянуться Поэтому если Е-Гольф, то только в очень хорошем состоянии С небольшим пробегом И особенно это важно, когда машина стратегически важна И без нее трудно обходиться Особенно если пользуешься ты ей не один Я в этом плане, в плане обеспечения комфортного передвижения своей семьи С Е-Гольф потерпел полное фиаско Если бы машиной я пользовался один То этот опыт мне безусловно нравится Так сказать, погонять по городу Полюбоваться лялькой Мне это очень нравится, я наслаждаюсь Посмотреть так ли хороша автономка, как ее хвалят Тем более в моем случае есть возможность посмотреть Как работает и мокрая, и сухая автономка Мне действительно все это очень нравится И здесь я бравирую Но перед семьей хотелось бы извиниться За этот мой неудачный опыт Я часто рискую И раньше мне как-то везло чаще С другой стороны, я раньше и покупал только проблемные машины Купаешь машину с какой-то очевидной проблемой Пусть и с такой, которую никто не может Или не хочет решать Я же уверен, что за этой проблемой скрывается Отличный аппарат, так чаще всего и было Я не обольщался, от машины не было больших ожиданий Проблему я решал и в итоге катался на классных машинах А с E-Golf особенно неприятно то, что купил я эту машину как исправную На замену супернадежному и удобному Leaf И мы должны были вырасти с этим E-Golf не только в удобстве и комфорте Но и по многим другим позициям А здесь мало того, что провал, так еще и провал в самых востребованных функциях Именно зимой электромобиль особенно ценен Время на зарядку не тратишь Утром приходишь в прогретую машину Стекла, зеркала сухие и прозрачные И именно этих функций наш E-Golf и лишен Тепловой насос не работает Таймер прогрева живет своей жизнью Не помогли обновления, разные варианты настроек В общем, ай Ладно, не будем о плохом Все, не пропадайте Скоро расскажу, как E-Golf эксплуатируется С сухой автономкой Я собрал ее, нет времени установить Но будет не скучно Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки Обязательно пишите комментарии, что вы об этом всем думаете Я читаю все комментарии и по-прежнему стараюсь ответить на каждое Все, всем удачи и хорошего настроения Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok